В предыдущей программе мы рассказывали о самых бедных депутатах городского совета. В частности, владелица торговой сети «Каравай» Эльвира Монакова располагает годовым доходом в 167 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд, врачи и учителя зарабатывают гораздо больше. Возможно, именно поэтому в последнее время «Каравай» просто завален исками в арбитражных судах. КАРАВАЙ Чем больше открывается новых магазинов знаменитой голландской франшизы, тем пустее полки традиционных «Каравай», тем громче робот поставщиков. Начали открываться магазины «Спар», перестало поступать финансирование за отгруженную с нашей стороны продукцию. Торговый дом «Троя» не единственный поставщик сети «Каравай», но один из самых давних. С торговой сетью «Каравай» у «Авентина», в частности, у группы компании «Троя» отношения очень длительные. Я в алкогольном бизнесе с 2006 года, с 2006 года мы с «Караваем» работаем. За этот промежуток времени торговая сеть «Каравай» никогда не была хорошим плательщиком, но при этом мы всегда находили взаимовыгодные стороны, как можно сотрудничать и как можно работать на обоюдно выгодных условиях. Конечно, легко пенять поставщикам за излишнюю доверчивость. Зачем работать с сетью, о которой издавна идет дурная слава? С другой стороны, о велик ли выбор у поставщика? Рынок давно поделен, и поделен достаточно жестко. Загадки здесь никакой нету. На самом деле для любой оптовой компании, я оптовик, поэтому для любой оптовой компании каналы сбыта, они нужны как воздух. Нет канала сбыта, нету заработка. Поэтому, как бы ни был плох клиент, он всегда прав. До поры до времени поставщики закрывают глаза на риски. Однако, рано или поздно наступает момент, когда риск не окупается. В отношениях трои с караваем такой момент настал в августе этого года. Ситуация с платежеспособностью каравая, она очень значительно ухудшилась. При этом мы, со своей стороны, неоднократно приезжали к собственникам каравая, к коммерческому директору каравая, пытаясь договориться о найти способ решения ситуации. Причем с такой задачей, чтобы и работать в дальнейшем. Но ни одна из договоренностей, которые мы достигли в конце прошлого года и в начале этого года, торговой сетью каравая перед нами выполнена не была. Ну и последней каплей в наших отношениях стал август этого года, когда от торговой сети каравая мы не получили фактически никаких денег за отгруженную продукцию. На сегодня каравай задолжал только поставщикам алкогольной продукции более 15 миллионов рублей. Несколько миллионов рублей надеется получить с компанией бизнесмен Сергей Чехвалов. Чтобы охватить всю картину, достаточно зайти на сайт арбитражного суда и забить в поисковом окошке волшебное слово «каравай». Десятки дел, по которым юридические лица, которые госпожа Монакова меняет как перчатки, выступают в качестве ответчика. Интересно, в курсе ли руководство голландской сети магазинов «Спар» какую репутацию имеют их контрагенты в далекой Сибири? Этот вопрос мы попытались задать в головном офисе компании, которая находится в Москве. Я не владею такой информацией. К сожалению, в данный момент даже не может ответить на запрос, что у кого-то нет в офисе. Похоже, о финансовых проблемах каравая в Москве даже не догадываются. Пока же всем, кому эта сеть задолжала деньги, остается ждать решения судов. Но даже выигрыш спора не гарантирует возврата денег. Ведь слишком большая пропасть между выигранным судом и возможностью вернуть финансы. Тем, кому задолжал денег каравай, могу лишь посочувствовать, потому что судебные споры имеют все шансы затянуться на длительное время. К другим темам. Продолжение следует...